Всем привет! С вами Наталья Рукодельна и сегодня я с масштабным хендмейтом делаю стены на кухне. В квартирку мы переехали два года назад и пригласили знакомого сделать нам стены на кухне. Но сделал он их плохо. Стены не выровнял, и краска легла неровно, да и не крепко. А год назад еще и капремонт начался, и при смене батареи нам стены еще подпортили. В общем, я долго думала, что сделать, чтобы заново всю краску не издирать и вообще обойтись малой кровью и малыми деньгами. Вариант сделать стену кирпичной пришел почти сразу. Но сначала я ждала, когда закончат установку батарей, и еще пару месяцев собиралась с мыслями. Нужны три условия. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствия. Так я билась пару месяцев над своей проблемой, пока, наконец, не созрела. И сразу же кинулась на свою стену. Решила пока сделать половину, так как эта часть будет за холодильником, и можно будет спрятать ошибки за него. Благо все материалы и инструменты у меня были, я же запасливый хомяк. Строительным скотчем сначала нанесла горизонтальные полосы. Я решила, что у меня кирпичи будут 25 на 6. Причем размечать надо постепенно. Отмерил 6 см, приклеил скотч. В противном случае вам придется еще и расстояние между кирпичами размечать. А поверьте, разметки кирпичей очень уж утомительны. Вертикальные полосы клеила с заходом на горизонтальные. Это важно, потому что снимать скотч можно будет просто, только при таком раскладе. Гипсовую штукатурку я купила еще летом. Правда, немного для других целей. Хотела попробовать себя в брельефе. Для надежности решила ее разводить не водой, а клеем ПВА. Все же я собиралась наносить ее на краску. Разводила до консистенции очень густой сметаны, потому что она должна остаться на стене и не сползти. В общем, теорию я понимала. С трафаретами работала много раз, правда в меньшем масштабе. Сначала я наносила штукатурку рукой и мастерком выравнивала. Потом маленьким мастерком наносила и большим выравнивала. В итоге я нашла для себя быстрый способ. Брала большим мастерком раствор и сразу делала кирпич. И работа пошла быстрее. Наносила штукатурку по 2-3 ряда и сразу снимала скотч. Боялась, если застынет, потом не сниму. Правда, пару рядов снимала из застывшей штукатурки. Тоже все отошло. Оставила сохнуть штукатурку на ночь. Сначала сделала половину, на следующий день еще половину. Красила уже полностью всю стену. Сначала красила по штукатурке, но краска впитывалась и приходилось красить несколько раз. Поэтому я все же прошлась грунтом. Сохнет он быстро и потом уже красила спокойно. Вот покраска у меня длилась долго. Никак не могла найти правильный способ. Красила и кисточкой, и чпокала поролоном. В конце нашла правильный способ, а именно валиком. Валик у меня как раз нашелся небольшой, размером с кирпич. И теперь следующие полостины я буду сразу грунтовать и красить только валиком. Так быстрее и проще. Высохшую штукатурку спокойно можно отшкурить. Но так как я делала не очень объемные кирпичи, я решила оставить неровности и даже не старалась закрасить все-все-все. Поэтому у меня хоть вся стена и белая, но кирпичики вполне выделяются. Оставшиеся полстены буду делать уже в новом году. А пока мне надо в ближайшие пару дней сварганить себе столик на кухню. Так что вместо подарков я занялась ремонтом. Понимаю, что надо бы наделать подарков, но ничего не могу с собой сделать. Раз есть настрой на кухню, надо делать пока не пропал. Всех с наступающим творческого настроения и сил на осуществление мечты. Увидимся!